денис приветствую тебя на совместный стрим эфир рад тебя снова увидеть всегда приятно с тобой обсудить рыночную ситуацию друзья вы наверняка знаете раз просматривать контент что мы с денисом в рамках данного формата даем вам техническую фундаментальную оценку того что на рынках есть подсказываем как действовать лучше принимать решения с учетом ваших индивидуальных праве риск менеджмента фильтруйте через вашу торговую систему всегда чем больше водных принять решение тем лучше денег сегодня я предлагаю у нас был простой небольшой пару недель еще раз обратить внимание на то что происходит с американским долларом с индексом американской валюты потому что целом это один из основных локомотивов вообще всего рынка форекса и если ты не против также можно пробежаться еще по другим представителям прочих секторов финансовых рынков например дотронуть нефтянку и рынок драгоценных металлов золото я думаю что на это будет достаточно поскольку так уже много активов которые подпадут по на лицу я думаю что на основании этого уже можно будет принять какое-то конкретное решение давай начнем тогда перед демонстрация экрана сейчас друзья на ваших экранах индекс американского доллара котировки 92 47 и я в принципе если вы следите за моим аналитическим контентом рекомендовал еще за некоторое время до симпозиума джексон холли поставить на ослабление доллара потому что с учетом того фундаментального фон который сложился до выступления паула на банковском форуме было логично предположить что регулятор не сможет текущих условиях позволить себе решить экономику тех стимулов которые действуют я имею ввиду программу количественного смягчения потому что сейчас все вертится вокруг нее любой я отчет любая новость которая касается экономики сша любой комментарий любого чиновника федеризерва все это анализируется через за то как это повлияет на сроки сокращение программы количественного смягчения чтобы сильно не растекаться по древу лишь отмечу что покажет переживать на тех кто ставит на стимулы и например на рост фондового рынка не стоит потому что у нас есть как и у всех трейдеров еще как минимум точно пару месяцев чтобы последить за статистикой по анализировать ее и на основании это уже порассуждать относительно тех сроков когда решение по ужесточению политики будет принято сентябре я думаю что ничего не изменится поэтому сентябрь по сути только начался и может быть этот месяц я думаю что станет месяцем такого полномерного последовательного ослабления американской валютой и соответствующего роста например низкого инструмента кстати вчера вышел отчет по иди пи это рынок труда сша отчет разочаровала важно что эта статистика перед нон фармами они в пятницу денис я думаю что на следующей неделе мы с тобой обсудим этот отчет но забегая вперед отталкиваясь от того что сказал павел именно то чтобы понижать на риски сохраняются виде вот эта статистика от иди пи я думаю что скорее всего нон фарма тоже не такими классными как два месяца назад то есть как июльский да потому что как раз еще и на августовский период пришелся скачок количество заболевших сша это несет свой вклад и отразится негативным образом на статистике поэтому в сухом остатке я заранее предвкушаю слабые данные по нон фармам и полагаю то что это неделю индекс доллара завершит даже ниши текущих значений поэтому здесь шорта целями в районе 92 пунктов ниже рынок золота драгоценных металлов и талон золота всего сектора золото я давно рекомендую покупать в частности было много хороших точек входа там в зоне консолидации 1700 там придор был 1805 1785 сейчас мы котируем на отметке 1815 и я думаю что эту неделю мы закроем выше уровня 1825 для тех кто еще не в сделках можно попробовать закинуть отложку в район 1800 долларов завтра у нас все это в расчете на какой-то всплеск волатильности перед нон фармами и там уже ждать все-таки движение выше потому что если лично мой субъективный прогноз и ожидания не только моих но и многих других трейдеров относительно слабых данных по нон фармам оправдаются снизится доходность американских трежерис и это безусловно окажет поддержку золоту вот то есть в отношении золота я даже смотрел не надо было сейчас на то что происходит с казначейскими облигаций здесь ставка на снижение доходности для жирей соответственно ожидание роста золота мне кажется в рамках этого месяца вполне реальная цель 1840 1850 также рекомендую смотреть еще на индекс церничных настроений они указывают на то что немногие точнее большинство не согласно с таким складом и полагает что золото все таки может посесть глубже 1780 долларов за баррель но здесь я делаю вывод что лучше играть против толпы идти по пути наименьшего сопротивления рынок нефти еще один актив который я рассматриваю только с позиции покупок причем факторов там локальных многих которых растут еще с последствий урагана и да до сих пор оценить масштаб бедствий не удается ну конечно же это будет десятки миллиардов но нам важно понять как быстро установится работа в мексиканском зале пока что точно я сегодня видел на блумберге на своем брифинге рассказывал что 80 процентов они бывающих платформ инфраструктура ничего не работает поэтому опасений за перебой поставок и потенциальное ожидание того что из-за этих перебоев сильно сократятся имеющиеся запасы я думаю что в ближайшую неделю две мы будем наблюдать за ростом бренда и движением там прям 75 долларов за баррель сейчас как раз даже с точки зрения такой дилетантской моей техники бренда находится рядом скользящий средний я обычно смотрю на этот уровень и соответственно применять как дополнительное подспорье принятие решений фундамент не противоречит росту техника сейчас тоже за но вот по камере если трактовать этот индикатор тоже не против чтобы нефтянка подросла еще выше также вчера завершилось заседание опека на уровне министерского никаких решений не принято в плане либо увеличение дополнительного роста нефтедобычи более быстрыми темпами чем согласовывалось ранее поэтому рынку не в принципе ничего не угрожает дорожная карта прежняя и плюс ко всему объект еще по узле прогноз спроса просто спроса на нет в этом году до 595 миллионов в бар это неплохо это могли бы конечно и лучше быть созданы условия со стороны мировой экономики но это хоть что-то учитывая что еще три месяца назад опека ожидал что спрос на нефть будет там в районе всего лишь четырех четырех с половиной буквально то есть картина постепенно улучшается короче ждем по бренду 75 долларов денис слов тебе так хорошо знаешь я тебя послушал даже не знаю чем дополнить разве что с позиции техники осталось потому что на самом деле у меня вот полностью такой скажем синергичный анализ с тобой получился и по индексу и по нефти и по золоту тогда свое позволение немножко расширю данный анализ то есть покажу чуть больше техники конкретно значит по индексу доллара абсолютно полностью поддерживаю что действительно ожидаю снижение причем снижение к минимумам текущего года то есть в район восемьдесят девять пятнадцать восемьдесят пять ну в общем восемьдесят половину возьму так средний уровень это фактически вот этот диапазон с которого в этом году цена котировки точнее индекса доллара дважды уже стартовали это было у нас и 6 января это было у нас и в конце мая вот и сейчас у нас очень неплохая картина сформируется на четырехчасовом графике было сделано перекрытие последнего локального коррекционного экстремума то есть это уже как минимум означает что цена прогуляется вниз и в если движение действительно в район там девяносто один семьдесят примерно состоится то это будет означать что более крупное перекрытие уже на дневном графике у нас сделано и тогда через коррекцию возможно даже и через более мелкую коррекцию цена уже будет двигаться вниз потому что по пути здесь уже никаких особо поддержек не будет поэтому с учетом фарма как ты уже говорил у нас действительно ожидаются провальные данные в пятницу и собственно я на это делаю как раз тоже ставку если так можно назвать так что до конца года я считаю что индекс доллара действительно может хорошенько прогуляться еще раз вниз касательно золота золото с нефтью очень любопытная ситуация я полностью поддерживаю то что это будет именно растущий единственное что не исключаю что коррекцию могут как виде манипуляции сделать немного глубже вот но в остальном по золоту вообще до конца года я считаю что в район двух тысяч даже цена сможет сходить почему потому что здесь уже нужно подключать опционные контракты декабря месяца может когда вот август сентябрь все как ну это каждый год такое происходит основные заливки объемов делаются уже в декабрьском контракте то есть с целями на конец года и вот по концу года я же там молчу про то что границы на трех тысячах находятся то ладно упустим но как минимум самое первое более-менее такой значимый пол опцион у нас будет на двух тысячах потом 2075 2250 и рейтинговый объем у нас 2500 ну давай я пока не буду там сильно говорить по поводу 2500 но как минимум прошлогодичный максимум я думаю что цена до конца года запросто может дойти тем более тут четыре месяца еще есть для такого движения если инфляция будет дальше добивать доллар то золото ну кроме как роста ничего другого не остается собственно также как и серебро вот поэтому с оглядкой на декабрьский опционный контракт считаю что все таки рост у нас будет весьма хороший по золоту и его как раз сейчас самое время покупать с текущих мне не нравится потому что в районе локального сопротивления находится чуть выше у нас вот здесь вот торчат их уже хорошо видно крупные лимиты на продажу это в стакане фьючей вот и выше по опционам прямо все видно где мощные заливки делают него даже текущая мечная граница и то на 2 250 находится в общем потенциал для роста золото просто шикарный то же самое я считаю по нефти то есть тут либо с текущих для того чтобы с текущих это нужно чтобы цена хотя бы пробилась в район 69 30 и с коррекцией в области 68 30 можно будет подбирать пока что сейчас этого не произошло поэтому конечно раньше времени сделку не лезу при этом внизу у нас есть очень классная мне она очень нравится зонка покупателей поэтому в идеале хотелось бы увидеть движение к ней хотя после вчерашнего откупа тем более здесь подкуп был на достаточно крупном объеме и после вот этого откупа цена запросто может пойти буквально с текущих и опять-таки вот с позиции опционов если рассматривать декабрьский контракт по нефти у нас очень хорошие заливки здесь делаются на уровне 75 но если честно я больше не осмотрен что цена даже пойдет на перехай то есть на перехай годового максимума он у нас был сформирован еще 6 июля в районе 77 долларов поэтому в идеале как по мне где-то прогуляться на 78 но максимум потолок на 80 а потом уже очень долгое нудное снижение на весь следующий год я не приверженец того что нефть там будет в районе сотки и так далее для этого объективных причин на самом деле абсолютно нету ну имеют там в район 100 а максимум потолок до восьмидесяти ну если очень повезет возможно и смогут добить ну а пока что целью все-таки на обновление уровня семидесяти семи ну а там дальше уже буду смотреть и все это примерно до конца текущего года потому что просмотрев остальные контракты здесь как раз четко видна ситуация что 75 как минимум цена все таки штурмовать будет а 75 это у нас как раз очень близко находится к локальному сопротивлению в общем нефть у меня так же как у тебя растущая золото тоже самое только известно через чуть более глубокую коррекцию ну и индекс доллара тут что тут добавлять в принципе все все сказано индекс доллара тоже спасибо денис за комментарии всегда приятно конечно констатировать одно направление с позиции нескольких точек зрения с фундамента и техники ну остается только ждать рынок расставиться на свои места покажет и правда где для него уровень нормальный а где избыточные ожидания в общем мы с денисом встречаемся регулярно поэтому для вас продолжим готовить контент вы не останетесь без информации из тех хорошего закрытия недели тогда и традиционно классно выходных для тоже отличные недельки и хорошенько спасибо пока пока